Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС Вооруженных сил Украины в 2004-2020 годах, присоединяется к нашему эфиру. Приветствуем вас, Андрей Алексеевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот скажите, насколько ли уместна будет такая аналогия? Я вспомнил о таких вот крепостях на воде, броненосцах, дредноутах, которые были очень популярны в начале 20 века. Но жизнь которых на море была, так сказать, не очень долгой, потому что их сменили более современные, может, более мобильные. Насколько вот такая аналогия с дредноутами сейчас уместна, если говорить о морском бое между Черноморским флотом и нашими морскими дронами? Ну, вы правы. Мне тоже такая мысль приходила, дредноуты, вернее, их завершающая фаза, их службы тоже была такая очень печальная. Их лепили, конечно, как таких монстров военно-морской инженерии. И, ну, они стреляли там очень большими калибрами, очень мощными снарядами. Уничтожали все, что было на их пути, все, что не могло спрятаться, убежать. Либо бомбили побережье там нещадно. Но, в конце концов, значит, ну, воевали в основном только друг с другом. Вот, скорости у них тоже были небольшие. И, в конце концов, вот и вот гигантские стоимости строительства этих кораблей и на их содержание, потому что там экипажи тоже были очень большие, привели к тому, что эти корабли, в общем-то, были заменены на более мобильные, быстрые и так далее. И вот, в общем-то, Терноморский флот в своем составе, он так застыл лет на 50 назад в основном. Вот, и поэтому, в принципе, те корабли, которые у них были начала войны, это, ну, корабли, которые, ну, фактически были спроектированы или построены как раз вот во время Холодной войны лет 50-40 назад. Кстати, очень многим этим кораблям как раз столько лет и есть. Ну, действительно, были построены несколько кораблей. Там до полутора десятков и подводных лодок новых там, которые действительно перебазировались в Новороссийск. Но все они, опять же, эти корабли были спроектированы, опять же, в Советском Союзе и строились уже, вот, ну, может быть, последние десятилетия. Но, опять же, там каких-то новых технологических решений там не было. Вот, может быть, там ракеты вот эти, калибр появились у них, таких раньше не было. Вот, то есть, опять же, ничего нового такого нету. Ну, у Украины появилось, несмотря на отсутствие флота, что я считаю, очень плохо. Тем не менее, появилась такая уникальная возможность использовать такую, в общем-то, слабость противника, которая заключается с тем, что в таких очень, скажем, небольших операционных размерах зоны операции такие корабли можно легко атаковать средствами, которые им сложно выявить и уничтожить. Вот, ну, если, от Севастополя до Одессы 140 морских миль, то есть там дистанция очень небольшая, вот это северо-западная часть Черного моря. И поэтому вот на эту ставку, на эту, скажем, критическую уязвимость противника была поставлена ставка, когда начали развивать вот эти морские дроны. Ну, они, конечно, их боеспособность, она постепенно наращивалась. И, ну, как бы, наконец, с прошлого начала этого года она вышла, фактически, на такую, на максимальную позицию. И мы видим, что действительно очень удачно они используются. И более 30% боевого ядра кораблей Черноморского флота уничтожено или очень серьезно повреждено. Вот. И сам флот, ну, его осталось, в общем-то, много, достаточно. Если брать там в процентном составе, то где-то более 50, до 60 боевых кораблей, больше 150 кораблей, вернее, суден обеспечения, вот. Но они, фактически, сейчас спрятаны по бухтам, находятся там под серьезной охраной и очень ограниченно выходят в море для выполнения задач. То есть это режим такого операционного сковывания. Ну, то есть, ну, вот, и, ну, те задачи, которые стояли перед противником на море, ну, вот, основная из них, это блокирование судоходства, она решается теми силами и средствами ударными, которые находятся в Крыму. То есть это авиация, это ракетные комплексы. Кстати, я вот недавно прочитал буквально перед эфиром такую интересную статью в российской прессе. И она там подводит итоги вот этих состязаний военных флотов на флотах Российской Федерации. Вы знаете, оказывается, Черноморский флот чемпионов, они завоевали 15 из 38 призов. И вот эта статья была в середине января месяца. И причем вот призы заняли там и группировки кораблей, отдельные корабли, подводные лодки. Вот, и это больше, чем и другие флота, потому что, ну, всего флотов у них 4, еще Каспийская флотилия есть. И что интересно, например, приз, главный приз взяла группировка десантных кораблей, вот, которых стало более чем, ну, наполовину меньше. То есть у меня сразу такой вопрос, ну, что же это такое? Ну, вот, получается, что это самая лучшая группировка, которая теряет, ну, за короткий срок фактически половину боевого состава, хотя реальных боевых действий, реальные операции, но по высадке они не производят. Второе, что интересно, катер «Ивановец» обозначен как лучший ракетный катер ВМФ России. И мы знаем, что, ну, буквально через 2 недели после вот этой статьи его уничтожили наши морские дроны на выходе из озера Донузлав, где он стоял в готовности уничтожать своими ракетами суда, если бы они шли, например, там, напрямую по вот этим обозначенным судоходным путям в Одессу, Николаев или в Очаков. Дальше, что интересно, Сергей Котов, патрульный корабль, тоже чемпион по итогам 23-го года. И причем чемпион по стрельбе, по отторжению атак, вот как там сказано, из роботизированных комплексов, то есть морских дронов. И получили приз, кстати, рядом вместе с Василием Быковым. Эти два корабля патрульных. И мы знаем, Сергей Котов уничтожен. Опять же, в начале этого года, опять же, морскими дронами, ударами на выходе из Феодосии. Потом Иван Хурс, тоже лучший разведывательный корабль ВМФ Российской Федерации. Он получил серьезные повреждения недавно во время атаки дронов и кроватых ракет по главной базе ВМФ Российской Федерации на Черном море Севастополю. Ну и вот Ростов-на-Дону, значит, ну с Ростова-на-Дону была проведена там какая-то показательная стрельба, возможно, и по Украине экипажам другой, правда, подводной лодки, но вот типа вот была, Ростов-на-Дону тоже был, значит, в этом указе как бы обозначен как передовик. Но передовик уже семь месяцев с несколькими дырками в корпусе стоит в Севастополе. То есть, ну видите, как бы вот это вот, ну такая инновационная тактика, тактика использования вот этих небольших средств, значит, морских дронов оказалась очень эффективной для борьбы с неповоротливыми вот этими кораблями, особенно с теми, кто, ну, спроектирован был очень давно, и у них нету достаточно аппаратуры для того, чтобы выявлять эти средства нападения и им противодействовать. То, что они пытаются сделать, конечно, имеет определенный результат, но опять же, в конце концов, все равно наши силы находят, как эти корабли нейтрализовать. Поэтому, ну вот, такая вот интересная ситуация сейчас обозначилась. В общем-то, в данном случае мы знаем, что корабли выходят очень редко, в основном из Новороссийска. Вот, мы знаем, что, в принципе, ну есть там какая-то... За первый квартал этого года россияне выстрелили по нам порядка 400 ракет, из которых, ну, очень немного калибров. Я знаю, что по Киеву шел только один калибр. Есть 200 ракет, которые они выстрелили за первые три месяца. Ну вот, возможности у них, конечно, стрелять есть, но они их почему-то сейчас, в общем-то, придерживают. Вот такая ситуация. Андрей Алексеевич, а если говорить вообще о причинах состояния вот этого, да, Черноморского флота, устаревшие корабли, устаревшая аппаратура, ну не то, чтобы для нас это было плохо, а скорее наоборот, а как так получилось, что Российская Федерация, которая так этим всем гордилась, все в таком состоянии содержала? В чем тут причина? Ну, понимаете, очень много было рекламы и заявлений, вот, фактически после кризиса 90-х годов им, в общем-то, так и не удалось наладить работу военно-промышленного комплекса, хотя, конечно, корабли они строят. Вот, кстати, на строительство кораблей у них есть средств в 50 раз больше, чем, например, ВМС Украины, это, ну, в каждый год, порядка 5 миллиардов долларов у них есть на строительство кораблей подводных лодок. Вот, но дело в том, что тут нужна программа кораблестроения после 20-летнего перерыва, значит, у них было принято в 10-м году, до 20-го года, она была выполнена на 30%. В общем-то, серьезно, кстати, ее огорничили как раз санкции, которые были введены после, значит, оккупации Крыма. Ну, как бы, сами фонды сильно износились, хотя они тоже, конечно, вкладывают в них средства. Ну, в общем, вот этот перерыв 20-летний, он серьезно сказался на как раз вот инженерной школе, и им не удалось, например, ну, в общем-то, развить определенные сферы производства, например, те же газовых турбин, дизелей, хотя они это и делают сейчас, но все равно качество, оно, в общем-то, не удовлетворительное. Потом, ну, надо сказать, что они как-то вот так вот приучились фактически к тому, что очень большое количество, ну, может быть, таких, скажем, оборудования двойного предназначения на корабле обеспечения, на боевые корабли, они просто покупали за границей. На западе, ну, как там, где самое качественное оборудование. Вот, сейчас, конечно, у них этого не получается, поэтому все это затормаживает процессы. Вот, ну, и вот, понимаете, уже есть несколько таких случаев, когда подводную лодку, вот эту «Ладу» свою, они, значит, нового проекта, они строили, там, 24 года. Есть корабли, которые они ремонтируют по 30 лет. Ну, вот те же самые «Каракурты», вы знаете, эти корабли, которые на Черноморском флоте, сейчас их, в общем-то, там начинают, они поступать, но их строят по 6-8 лет, раньше так крейсер строили быстрее. Вот, это, опять же, связано с тем, что очень процессы, они такие несовершенные. Ну, и тоже очень, насколько я знаю, очень серьезный был уровень коррупции, про это была информация и в средствах самих Российской Федерации. Она была связана, там были громкие скандалы, например, с тем же авианосцем «Кузнецов», который вывели 8 лет назад на ремонт, и он уже и пожар там был, и в доке он проваливался, и что-то там. В общем, много было у него приключений. Вот, ну, в общем, сейчас они могут строить корабли небольшого класса, в основном, водоизмещением, ну, может быть, до 4 тысяч тонн. И то очень небольшое количество. В основном это до 1000 тонн, вот эти корветы и так далее. Штука получается. Это признавали и российские эксперты, и украинские, что Керченский мозг достаточно ненадежная такая логистическая артерия для группировки оккупационных войск. В Крыму он и уже дважды подвергался атакам, и то, что при воздушной тревоге там постоянно включается сирена, и как бы автоматически перекрывается этот Керченский мост. Но и поэтому использовались не по назначению БДК, другие суда Черноморского флота, поставлялся из того же Новороссийска боекомплект, техника и так далее. То есть, как бы не сильно-то россияне и рассчитывали на этот Керченский мозг. Но только сейчас они стали строить уже две железнодорожные ветки из Ростова через Мариуполь и далее в сторону оккупированного Крыма. Это говорит о том, что вот настолько Россия верит в наши вооруженные силы, что уже даже не доверяет, да, вот этой цепочке логистической именно по морю, именно морской этой цепочке с использованием кораблей Черноморского флота. Ну, видите, ну, железнодорожным транспортом всегда перевезти можно, наверное, и быстрее, и безопаснее все-таки сейчас в нынешних условиях. Поэтому им важна вот эта вот железнодорожная ветка через Приазовье. Вот. Раньше они поставляли оружие достаточно бегло и через Крымский мост. Но потом, когда увидели, в общем-то, что мы интенсивно атакуем его, то, видимо, решили этого не делать. А что касается БДК, то тут я думаю, что БДК задействуются на такие, скажем, деликатные поставки, когда оружие просто, ну, возможно, те же самые шахеды для того, чтобы было как можно меньше, там, скажем, глаз, чтобы увидели, где там, в район перегрузки, район там где-то остановки того же состава. Они их загружают на большинесантные корабли и направляют в Крым, где мы, например, вот подловили недавно Цезарь Кунникова и его уничтожили. Новочеркасск тоже самое стоял, значит, у причала в порту. То есть, по всей видимости, как раз те же самые работы были проведены. Но они, я так думаю, что они перевозили в основном такие наиболее значимые грузы, а так, в принципе, в основном перевозки осуществляются железнодорожным транспортом, автомобильным. Вот, и, ну, опять же, сейчас стараются через континентальную часть, через мост, там, насколько мне известно, там небольшие количества доставляют. Раньше было очень много. Однако, ну, если вспомнить оккупацию Крыма в марте 2014 года, мы помним, что первая такая серьезная техника зашла в Крым, российская именно, для оккупации. Как раз благодаря тем же десантным кораблям они высадили танки на Казачьей бухте. Там специально плиту ложили туда. И потом на вот этих паромах, где можно загонять железнодорожные составы, они просто, ну, загоняли составы и привозили их в Крым. Ну, как бы, видите, ну, тем не менее, Крымский мост – это серьезная логистическая артерия Крыма, и поэтому она под наблюдением вооруженных сил Украины, постоянным подниманием. И, кстати, еще об одном аспекте хотелось бы поговорить. Российские корабли значительно ограничены сейчас в юго-восточной части Черного моря. Однако ракетная угроза все еще, к сожалению, с моря у нас сохраняется. Из-за высокой готовности ракетоносителей противника о них мы уже поговорили. Об этом заявила представитель пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, российский флот сейчас в большинстве находится в пунктах базирования, почти не выходит на боевое дежурство противник, тем временем укрепляет охрану и оборону судов. Об этом сообщает уже британская разведка. Кроме того, армия Федерации установила четыре баржи на входе в бухту Новороссийска с целью защиты своих кораблей от украинских надводных дронов. Я так понимаю, вот эти как раз последствия, да, вот это вот и есть то изменение характера войны в Черном море, о котором мы говорили, что они вынуждены прятать свои корабли, что уменьшается все-таки их пространство для маневра внутри акватории Черного моря. Сейчас флот Российской Федерации, он фактически скован в пунктах базирования. Есть такой термин, ну, сковать. То есть они, как бы, если в начале войны они в море выводили каждый день до 45 кораблей судов, то сейчас их или вообще нет, или единицы. Поэтому они скованы, они нарастили там систему защиты. Вот, ну, тут мы должны смотреть, что, ну, наши интересы тоже. То есть мы смотрим, чтобы противник не мог нам противодействовать. Нам нужно освобождать наши морские участки, морские акватории нашего суверенитета. У нас захвачено 80% побережья сейчас на Черном Азовском море. Поэтому нужно эти вопросы думать, как их решать. Ну, естественно, то, что нам удалось сейчас сковать противника в пунктах базирования и ограничить его маневр, это серьезное преимущество. Нужно его использовать, ну, нужно наращивать собственные надводные силы и, ну, решать задачи по тому, чтобы мы, ну, восстановили нашу, нашу, ну, морские, как бы, морской потенциал. Я имею в виду, включая территории, включая выход к морю и так далее. Спасибо. Спасибо, Андрей Алексеевич, за то, что приняли участие в эфире. За ваше мнение, Андрей Хирыженко, капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС Вооруженных сил Украины в 2004-2020 годах, был на связи с нашей студией. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.